книга открытым оком тема суды том 14 вопрос 2847 может ли не профессионал юрист а простой человек считая ваше дело по иску к коммунисту понять что суд был несправедливым отвечает игнатий тихонович лапкин даже любому юродивому самому низшей категории дураку может быть это яснее чем яркий и солнечный день в книге полюшка поля н.и.морозова в повести полюшка поля на странице 197 313 включающие 17 глав по порядку описаны события 30-летней давности описаны они в хронологическом порядке они сумбурно вот как выглядит они дословно по главам книги и и страницам глава 6 страница 222 2 обзор сверху цитата по мнению матросова морозова н.и. в районе назрела необходимость создания такого научно-технического центра который помог бы другим хозяйством района разрабатывать эти скрытые потоки финансовых средств позже валерий иванович убедился что эта мысль все-таки не погасла страница 226 глава 7 4 обзор сверху цитата в бюро райкома сказал тютчев принято решение перевести валерия ивановича на другой участок работы как в районе создается дом научно-технического прогресса в бюро все сошлись на том что кандидатура валерия ивановича будет самый подходящий на должность директора этого учреждения страница 228 глава 8 начало главы цитата вскоре валерий ивановича вызвали в райком партии на утверждение в должности директора районного дома научно-технического прогресса страница 232 вторая строка снизу я предлагаю утвердить валерий ивановича гацен биллера в должности директора районного дома научно-технического прогресса большинство членов бюро проголосовало за это предложение ну что ж желаешь или нет а иди по указанному пути такова судьба партийца страница 233 глава 9 начало главы курировать вопросами связанными с сознанием дома научно-технического прогресса поручено секретарю райкома матросову валерий иванович встретил это решение одобрительно страница 238 глава 10 начало главы прошел год после создания районного дома научно-технического прогресса страница 239 глава 10 4 строка сверху под чьим влиянием руководством находится дом науки приняв официальную позу он ответил партия никогда власть стране не делила и делить не будет в один из сентябрьских дней матросов предложил валерий ивановичу побывать вместе в совхозе корченский глава 11 начало главы матросов и валерий иванович решили побывать и в потеряевском отделении совхоза корченский встреча с лапкиным состоялась в конторе кавычки закрыты любому понятно что морозов год рождения 1930 приехал с гацин биллером валерием ивановичем в поселок потеряевку когда кацин биллер уже был назначен директором дома научно-технического прогресса или это неясно из книги таким непонятливым вы тупым предлагаем выписки из дела что уже топором не вырубить по листам дела выписки из дела 8505 по иску лапкина и глядь тихонечек морозову н.и. о защите чести и достоинства том 1 лист 166 гацин биллер в и свидетель со стороны ответчика улица панфиловцев 121 а 41 улица попалинцев 121 а квартира 41 родился 27 августа 1945 года генеральный директор оо ассоциация при обе поселок спутник улица малиновая 20 телефон 38 51 23 166 на обороте я видел лапкина в первый раз около 30 лет я читаю материалы лапкина в повести действительно указана моя фамилия 167 страница я не был участником их разговора морозов и лапкин отходили от меня и беседовали это было в 1970-х годах я работал директором дома науки в мамонтовском районе я могу это подтвердить записью в трудовой книжке дом науки курировал морозов он был секретарем идеологии мы поехали осматривать поля я слышал о лапкине до нашей встречи лист 167 на обороте морозов сказал что в их разговоре с лапкиным была тема о том что лапкин пытается лезть в учебный процесс тогда я еще не вел дневник морозов пошел с лапкиным здание переговорить ли 168 я увидел лапкина в группе людей морозов сказал что это лапкин стояли мужчины я видел именно лапкина они сначала разговаривали на улице а потом в помещении информация была отрицательная о методах работы лапкина у морозова с лапкином был идеологический спор морозов сказал мне что он переговорил с учительницей это что лапкин вмешивается в учебный процесс лапкин толковал о боге я сам этого не видел морозов мне подробно не рассказывал о чем они говорили морозов мне рассказал все как первое в повести описано облик лапкина второе описан правильно я лично тогда видел на расстоянии 15-20 метров лист 169 учительница подходила к николаю морозову я не помню многого учительница жаловалась что лапкин лезет к детям и заставляя читать библию раздавал маленькие молитвенники вмешивая учебный процесс мешает проводить уроки учительница просила помочь ей я запамятовал события о беседе лапкина с морозовым это было в школе или в конторе все-таки я из-за руля вышел и присутствовал при их разговоре беседа продолжалась минут 15-20 то что морозов пишет третье в повести все это было в разговоре лапкин был с братом родным он разговоре не участвовал внешний облик лапкина четвертое описан правильно 170 лист на обороте в то время лапкин подвергался гонениям и значит он мог выглядеть так как 5 указано в книге сейчас я вспомнил что я действительно был при беседе морозова слабкина лапкина сейчас вижу второй раз я работал в начале 1975 года и был советником советского хозяйства ближе к 1975 году была эта встреча с лапкиным 171 лист я действительно уловил замешательство на вашем лице вы побаивались тогда когда машина подъехала наша вы уже стояли на месте встречи да я тогда говорил да я тогда говорил что затуманить мозги 172 лист поведение лапкина ненормальность что он отталкивал учительницу влезал в учебный процесс 6 в книге все описано правильно 173 лист поведение лапкина 7 в книге не соответствует нормальному поведению конечно лапкину в класс врываться не нужно было 182 лист потеряевка исчезла в 1970-х годах 195 лист архивные данные школа уже не числилась в 1971-72 году цитата управление архивного дела администрация алтайского края центрального хранения архивного фонда алтайского края анатолия улица дом 72 барнаул 656049 индекс телефон 234828 22 декабря 2004 года номер 444 на номер 2 архивная выписка в суд железнодорожного района проспект ленина 25 алтайского края индекс 656049 приложение номер 1 к решению райисполкома номер 171 от 24 сентября 1970 года основание рф 1685 об 1 д 102 л 2 начальника отдела социально правовых запросов бредникова 24 48 28 подпись н присухин л.н. богомолова печать подпись конец цитаты другая цитата сообщаем что в документах архивного фонда отдела народного образования но матовского райисполкома кавычки открывается расстановка педагогических кадров по школам района на 1971 1972 учебный год списке директоров школ маммоповского района на 1971 1972 год потеряевская школа не значится а из документа с названием количества учащихся и классов комплектов в разделе начальные школы потеряевская школы с количеством классов комплектов равным один количеством учащихся равным 7 вычеркнута фр 1685 уп 1d 143 л 1 3 начальник центра н.и.даниэлия лист 197 описание как в действительности было дело 200 и 201 листы трудовая катценбиллера вы 10 апреля 75 года катценбиллер валерий иванович оформлен директором дома научно-технической книги в селе мамонтово алтайского края кому может быть непонятно из дела 8505 что валерий иванович катценбиллер был с 10 апреля 1975 года директором научно-технической книги и в этой должности он и приезжал в потеряевку которая к тому времени уже сгинула с лица земли третьего года назад три года назад и никакой школы там конечно же не было как указано в этом же деле том 1 лист дело 195 архивные данные школа уже не числилась 1971 72 году за протоколировано только 7 ссылок из речи катценбиллера вы и о правильности описанного в кавычках события в книге морозова хотя это он повторил не один десяток раз так как никакой встречи не было а врать нужно было не вопреки написанной лжи в книге то вероятнее всего кацин катценбиллер мог получить простую инструкцию от своего бывшего партийного босса морозова не ссылаться на книгу и говорит что все так ссылаться на книгу и говорит что все было именно так и только так как написано в книге полюшка поля запутавшись окончательно безразмерная лжи катценбиллер из свидетелей записался в представители морозова но так и не появился больше ни разу в зале суда по всей вероятности этот единственный в кавычках свидетель как о том и говорит морозов заявление в суд больше всего и подгадил своему в кавычках подельнику по стряпанию и изданию лживейшие книжонки ему снова дали инструкцию чтобы он на глаза не попадался в суде остальные свидетели тоже не враги партии врали беспросветно и подписывали что несут за ложь уголовную ответственность так когда же будут судить их за ложь на которую их подбил дьявол и судьи считали свидетелями тех кто что-то слышал путался в показаниях кто ничего не видел и и потому не были ни свидетелями ни порядочными людьми морозов и и катценбиллер вы и приезжали в поселок потеряевку осенью 1975 или 1976 года когда прошло уже три четыре года после полного исчезновения поселка потеряевки всех до последнего жителя и они могли видеть только плоды коммунистического разврата и разрухи это ясно видно первое из описания в книге 2 записи в трудовой книге цель гаценбиллера и 3 из его показаний 4 из архивных данных так куда же они приезжали и на лапкина и на тихоныча наезжали как этого не заметили судьи получающие от государства зарплату за суды за вынесенные решения судов от имени российской федерации может милиционеры оборотни и судни оборотни и в барнауле есть они только в москве ничто так не разрушает государство и не убивает в людях веру справедливость как несправедливые суды вот что говорит святая библия о судьях псалом 61 10 сыны человеческие только суета сыны мужей ложь если положить их на весы все они вместе легче пустоты псалом 57 2 5 стихи подлинно ли правду говорите вы судьи и справедливо судите сыны человеческие беззакония беззакония составляете в сердце кладете на весы злодеяния рук ваших на земле самого рождения отступили нечестивые от утробы матери заблуждаются говоря ложь яд у них как яд змеи как глухого аспида который затыкает уши свои книга пророка сафония 3 глава 3 стих князья его посреди него рыкающие львы судьи его вечерние волки не оставляющие до утра ни одной кости книга пророка михея 3 глава 5 стих кто ничего не кладет им в рот против того объявляет войну и of 9 глава 24 стих земля отдана в руки нечестивых лица судьи и и он закрывает в законе 6 и дал я повеление судьям вашим в то время говоря выслушивайте братьев ваших и судите справедливо как брата с братом так и пришельцы его убойтесь бога и будущего страшного суда божия когда вы будете стоять как лжецы если не исправите решение этих беззаконных судей от малого немало так зависит умеет ценить свою копейку рубль в начале христианства едва десяток миссий но грозного язычеству переломили руль не бойся стада мало я спаситель возвещал и обещал не меры им силу свыше с библией не спорят о таких вещах дух словно ветер где хочет там и дышит не в раз были построены большие города и библию по буковкам дух божий собирал не сразу до груди седая борода не сразу станет фюрером известный всем капрал заучивайте библии по малу по стиху усердно утрамбовывайте древние псалмы вас высоты достигнутой желает враг спихнуть и заморозить в холоде страшнее колыбы по малу отгребаетесь обид дурного нрава откусывайте кончику злого языка убойтесь ливизны держитесь только справа теленочка воспитывай чтоб одолеть быка пусть медленно но верно охолони свой гнев не говорю про пьянство его под корень сразу с домашними будь кроток никак в саванне лев и победишь духовную смертельную заразу в исусе все могу родившись от небес перерождение полное от малого зерна покаяться погибшим возможно только здесь и душу убилишь хотя была черна убойтесь дружбы с миром духовной немоты в знакомство не входите кто блудник был ответы такой хватает цепка google губам при линет на ты закваска вовсе малая проквасит ваше тесто не устыдимся милостыни пусть даже самой малой где постоянство там заметно возрастает наш молот слово божие дробит утесы скалы кто метр не оценил верстой не наверстали 4 ноября 2005 год игнатий лапкин